Эти ребята знают наверняка, если хозяин издал клич, пришло время обедать. Второй раз звать индюшат не приходится, именно поэтому растут не по дням, а по часам после прогулка на свежем воздухе. Будет выход в открытый космос, так сказать, это на улицу, но это будет потом, когда будет теплее. Поэтому сейчас закрываю, чтобы они не выходили. Александр Насевец начинает свой день в 6 утра. Работы хватает до позднего вечера, ведь по соседству с индюками цыплята и кролики. Попробуй всех прокормить. Хотя в том, что они хорошо питаются, сомнений нет. Не бойся. И вот так внизу? Да, да. Тихо, не бойся, не бойся, не бойся. И вот это вот. Какой хорошенький. Вот такие вот кролики. Увесистый такой, жирненький. И это неудивительно. Употребляют только натурпродукт. Кукуруза, ячмень, люцерна. Покупным смесям Александр Федорович не доверяет. Готовит корм сам. Использует оборудование, которое собрал своими руками. Чем очень гордится. Траву перемололи, с кукурузой смешали и деликатес готов. Семья Насевец заготавливает около двух тонн таких запасов. На сезон хватает с головой. Натурпродукт, чтобы мясо было хорошего качества. Заготавливаю чуть больше, чтобы было время на другие. Сейчас весна и приходится на огороде работать-то больше. Поэтому сразу намолол несколько мешков и все. Речная крыса, болотный бобр или всем известная нутрия тоже любят полакомиться. Их у заводчика больше сотни. Бетономешалку тоже переделали под смеситель для корма. Здесь перемешивают дерть или церку. Скидывают все в одно корыто. Не так-то просто это сделать. Разводят с водой и еда для нутрия готова. Этот зверь из Южной Америки считается одним из самых крупных грызунов. Средний вес самки может достигать 10 килограммов. Мужской особи 12. Размер не маленький. Только один хвост чего стоит? Около 50 сантиметров. Что ты там полез? Куда ты там? Что ты хочешь показать? Ну что ты себя покажи, какой ты хороший самец у нас. Внутрии живут большими семьями или, как говорит Александр Федорович, гаремами. На одного самца приходится около 10 самок. Это с кроликами надо или с быками, со свиньями. Это надо заниматься, подсаживать. А здесь очень просто. Самец занимается своей работой сам. Только надо приходить, смотреть, кормить, убирать. Последнее особенно важно. В теплое время года в вольере грызунам устанавливают ванночку с водой. Своеобразное домашнее озеро. Зверьки с удовольствием плещутся и наслаждаются купанием. Несмотря на внешнее сходство с крысами, нутрии настоящие чистюли. Они отличные пловцы и ныряльщики. Носовые отверстия зверька снабжены мышцами, которые контролируют попадание воды внутрь. Мясо нутри считается диетическим и богатым на витамины и аминокислоты. Его рекомендуют людям с проблемами пищеварительной системы и детям. Наталья Жадько, Владислав Кравцов. Утро нового дня.